Меня вот это заёбывает всякая хрень, да? Компьютер этот невыносимый, да, постоянно вот приходишь, он как он меня бесит, да? Вроде хорошо работает, конечно, всё фигачит, да? Хуярит, переворачивает, но... Как оно мне надоело, этот Samsung поганый, J какой, J2, ну его нахер, он того не стоит, там даже аккумулятора нет нифига, и архитектура там, архитектурная древность, да? Нифига нету, только AMOLED дисплей, и всё, и вся цена AMOLED дисплея ему выложена, да? Вот, Xiaomi, Redmi 6A надо брать, да, хапать. Хапать однозначно, однозначно. Однозначно хапать? Однозначно, ну тьфу на него. Samsung, J2, я уж передумал. В общем, так, дальше, дальше. Вот давайте, вот, Xbit, конечно, я не знаю, там они... Как у них там правила, постить, может не постить, но вот... Это обзор на обзор статьи, вернее, обзор на обзор обзорной статьи. Вот как. Будем каждое слово разбирать, поскольку вот это новый сленг, для меня вот этих телефончиков поганых, а андроидных недоносков для меня ошибка новый. Так, смотрите, что. Вот, они говорят, что это бюджетный, то есть, да? Вот, то есть, они вот так вот делают две категории, то есть, есть топовый, то есть, самый крутой, а всё, что остальное, оно бюджетное. Это же маразм, да? Потому что нормальный человек всегда будет брать себе по средствам, да? Не то же бюджетного, сколько он готов за телефон потратить, столько он берёт. Вот я готов 8 тысяч потратить. Знаете почему? Потому что раньше было правило такое. Твой, этот самый, твои часы, твои часы должны стоить ровно одну твою зарплату месячную. Это считалось хорошим тоном. А теперь всё по-другому, да? Теперь вот это правило немножко изменилось, поскольку появились смартфоны разных ценовых категорий, да? В общем-то. И получается, смартфон, вот, даже выделим смартфон, цена смартфона должна стоить столько, что если ты его разбил вот так вот об стену ёбнул, что ты завтра же пойдёшь и купишь ещё один такой же, и тебе не жалко будет, тебе вообще всё равно будет. Вот такая должна быть у смартфона цена. Для меня 8 тысяч – это вот примерно такая цена, да? Та чем-то мне не жалко будет, если он сдохнет, даже прямо через 3 дня сдохнет. Мне будет всё равно на это, да? Вот, приличными возможностями, хоть что-то, да, пишут хорошее. Приличные возможности. Поверим, да? Давайте посмотрим. Ну, как бы обновило, да, вот та индекса, да, до 100 долларов. А, кстати, нифига он до 100 долларов не стоит. Он стоит в магазинах 120 или 130 долларов. А акция до 100 долларов – это надо с китайской почты заказывать через какой-то Алиэкспресс, там доставка только по Москве, да? Там фирма Т-Майл какая-то делает, и доставка у неё только по Москве. Так что, ну его нафиг, да? Я не совсем в Москве живу, мне не привезут. Вот. Вот характеристики, да, 4 ядра. Как всегда, 2 ГГц. Из необычного PowerWear. Я плохо отношусь к PowerWear, потому что я ни разу не слышал, что об этой хероте что-то хорошее говорил хотя бы кто-нибудь. Наоборот, вот плохого о PowerWear, который был в ноутбуках, да, нетбуках, вот только плохое, только плохое я слышал. То есть, постоянно мне рассказывали истории на форумах, что нифига, даже Intel не смогла вот эту компанию PowerWear заставить драйвера делать нормальные, чтобы не работали. А они с её графикой засунули свой процессор, да, в какой-то там, в Atom какой-то, X3, по-моему, я не знаю, в Atom X3 вроде, да. Вот, Android 8, это очень хорошо, да, его ещё обновят. И вот эту хрень обновят, да. Я не знаю, что это за хрень, так это их не оболочка, она похожа на KDE, да. Вот, EPS, ну да ладно, да, AMOLED, знаете, сколько стоит у Samsung только есть, да, и стоит дофига там, ну его нахуй, короче, да, в пизду осьминого. Вот, и EPS возьму, ну и хрень бы с ним, да, вот разрешение зато крутое, а у Samsung-овского AMOLED вообще низкое. Но мне не нравится, конечно, 18 на 9, мне нифига не нравится, да, но это стандарт сейчас, типа стандарт, типа круто, не отстой. Так, оперативная память 2 гига, наконец-то, вот тут вот нормально уже, Samsung дороже, на 1000 рублей, 9 тысяч почти стоит, этот почти 8, а тут почти 9, и там полтора, да, полтора. Да, вот, внутренней памяти я не знаю, сколько тут свободно, не пишу, должно быть 9, где-то писали, что 9 свободно. Вот, главная категория, меня пугали, пытаюсь кто-то напугать, что нет категории 20. Категория 20, блин, я, конечно, не буду этой хрени пользоваться. Категория 20, это 800 МГц, это дальнобойный очень Wi-Fi, ради которого отключают даже телевидение. То есть, в Москве и в России вообще не будет телевидение больше аналогового, потому что надо частоты освобождать. Вот, нет, для вот этого КЛД категории 20, чтобы 800 МГц нигде не было занято. То есть, уже 15 января, последний день аналогового вещания, 15 января 2019 года. Так, а АЦ нету, ну и хуй с ним, да. У меня тоже нету АЦ этого, да, 5 ГГц нет нифига нигде. Я не думаю, что где-то будет, и что где-то я буду это использовать, да. Потому что интернет дешевеет, и по ЛТЕ, и будет, да, там постоянно. Не малейшего смысла использовать что-то вот такое, да. 5 ГГц частоты нету, да. Блюпуп, блюпуп непонятно зачем нужен. Я уже говорил в том обзоре, что блюпуп, он нахер не нужен мне. Но, да ладно, в общем-то, тут... Тут я уже передумал, просто я увидал, что у сестры тоже телефон, да, там тоже блюпуп. И блюпупом можно перекидывать это самое, да. Фоточки доделась, тут хорошая камера, отличная просто. Где-то здесь вот написано, да, отличная камера. Офигенно фоткает, там мы увидим фотографии, как она фоткает, да. Охуенно, да. И вот перекинуть ей, чтобы она там в ВКонтакте себе поставила. Вот там это самое, фигнёй всякой занималась потом. Аккумулятор 3000 мАч, вот всё ради этого делается на самом деле. Не разрешение, не это всё, не блюпуп, не ничего это не надо, в общем-то. Вот это всё мне ничего не надо. Вот эти категории тоже не особо-то это надо. Мне надо, чтобы был аккумулятор, короче. И мне экран тот большой, он вообще не нужен. Потому что он только будет мешаться, в карман не влезать. Но мне нужен, чтобы аккумулятор, чтобы оно работало, куча часов, да. Вот смотрите цены, да, вот Майл, да, там. То есть они по Москве везут за 5000, но я не в Москве, да. И акция заканчивает через 5 дней, ладно. Фигня тащим-то, ладно. Придётся мне брать это самое в официальном магазине, где-то там. Вот за такую цену, да, в Ситилинке возьму. Ну его нафиг лучше в Ситилинке взять, чем вот в этих магазинах какой-то. Вот я открыл, а там подделка, там вот этот смартфон, он неразборный, да. А там пишут, что отдельный аккумулятор, да, типа вытаскиваемый, да, типа подставляется. Я думаю, что за хуйня такая. Что-то врут мне, да. Вот где-то, где-то какой-то магазин. Враньё, да, цены дешёвые, враньё, да. Так, что, вот смотрите дальше. Пластиковый корпус с очень простым дизайном, без художественных изысков. Но в том-то и прикол, что 2D5D эффект, я не знаю, что это такое, да. Вот они какую-то неудачную версию использовали, да, какую-то фиолетовую синюю, да. Она неинтересна нифига, да. Вот нифига неинтересна. Вот выступающая камера меня волнует, но она офигенно снимает. Она выступает, я могу её кокнуть, но она вроде в оцинковке, да, в тёмной оцинковке. Так что всё будет хорошо. Так, сканер отпечатка пальцев тоже жалует, что нет, но нафиг он не нужен. Смотрите. Вот, смотрите, дальше, 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 дальше. Вот какая хрень, я впервые такое вижу, у меня такое тоже впервые будет. Впервые такое будет, да, вот. Всё, короче, дальше стандартно, да. Я хочу вот такого цвета, да, вот такого вот, чтобы мне вот этот вид, вот этот вот, вот эти вот два вот, он один, да, золотистый, у меня приезжает. Вот внешний вид, пиздец, конечно, крутой. Я угораю, да, от этого, мне вот такое, мне это надо, вот это мне надо, вот это вот. Я, конечно, это цыганщина какая-то сзади, но спереди вот это офигенно выглядит, если вот такой будет, вот прям перед собой видишь, прям охуенно, прям. Ради это-то всё и делается, ради внешнего вида и автономной работы. Всё остальное меня вообще не волнует, ни капли, да. Тут пишут, что это EPS, да, но AMOLED, да, я говорил, но AMOLED не по карману, да, ну его нафиг этот AMOLED. Вот, 4000 переплачивает, то есть покупаешь смартфон, ты мог купить лучше смартфон, но ты ещё должен 4000 переплатить, и тогда будет такой же тебе смартфон, но от Samsung и с AMOLED, там, потому что Samsung зажался, да, зажался Samsung, ну его нафиг, да, автоматическая вот яркость, крутая функция, не знаю, будет хорошо работать, я тогда вообще яркость крутить не буду, вот так поставлю. Поменьше даже, 25% вот сюда выставлю, да, и вот здесь вот включу, и будет там настраиваться до 25%. Не знаю, как оно будет, вот, про точки, да, про как они, да, про микрофотосъёмку, это нам не особо надо. EPS, оно и в Африке EPS, оно все хорошо сделано, вот, если регулируется, вот, тон регулируется изображение, ничего не надо, да. Вот даже видно, варма холодный, тёплый-холодный, стандартный есть тёплый-холодный. И это вот без, да, вот, и автоматик-контраст, и ты всё, всё офигенно, да, то есть всё можно настроить. В этом-то и прикол этой оболочки, я вот эту оболочку не люблю, там будет эта оболочка, как её, миуи, как вот, миуи, миуи, да, будет оболочка, она офигенная такая, да, конечно, мне не нравится по дизайну, это какое-то KDE, да, вот видите, вот такая хрень. Это какое-то KDE просто, в котором мобильный телефон засунули, да, KDE какой-то. Мне не очень это нравится, да, но офигенно должно быть, да, вот, офигенно, да. Главное, ещё всё берётся ради камеры, третий пункт, это берётся всё ради камеры, потому что камера офигенно, вот, вот эти фотографии я увеличил, несмотря на то, что изображение 150%, всё равно в браузере они офигенно смотрят даже в увеличенном изображении, а в оригинальном это пиздец, это красота вообще, шикарное моргане чистое, да, вот это вот, как я понимаю, одна вот эта фотография на заднюю камеру, а вот это вот на переднюю для селфчик, да, для селфчик она похуже, конечно, а вот это вот 13-мегапиксельная задняя, двойная которая вроде камеры, или не двойная, я уже что-то запомнился, да, но одинарная, да, 13-мегапиксельная, она офигенная просто, я забыл, где-то там была около смартфона двойная, но двойная нифига, да, уже запутался совсем все весь, вот, вот эта вот хрень, да, мне дизайн не нравится, мне не нравятся вот эти шрифты в этом интерфейсе, мне просто бесит сглаживание этих шрифтов, не сами шрифты, а их сглаживание, поганое сглаживание, самое поганое это не то, что даже сглаживание, поганый шрифт, на поганое сглаживание, когда накладывается, и это все еще под анимацию сделано, это при анимации, оно еще замыливается, то есть, какую-нибудь кнопку нажал, идет анимация, что-то сдвигается, да, при любом прокрутке сдвигается, да, анимация, и все ряды шатаются, да, вот эти вот все, еще хуже, еще вот это поганый шрифт, подбор поганого шрифта на поганое сглаживание шрифтов, и потом еще поганые мыльные анимации, да, с это самое, с заблюриванием, и все, это пиздец, это хоть не смотри, да, хоть глаза закрывай, но за все приходится платить, потому что там новые чипсы, да, новые вот этот вот, новый Mediatek Helio, да, 22, Helio 22 какой-то там новый вышел, я считаю, конечно, неправильно, я читаю как Helio, да, вот фотографии офигенные на самом деле, а конкурент какой-то Honor 7а, кажется, 7а тоже, Honor 7а, это Redmi A6, а там Honor 7а, там вообще темнота и серость, вот тут вот видите фотографии, вот крутые, да, вот цвета, тут все круто, да, а вот на Honor, если вы посмотрите, вот это все, это как в Россию попало, тут все серый светофильтр наложен на все фотографии, так что Honor это фигня для фотосъемок, видео, Honor фигня, тут, правда, говорят, что тут плохой звук, но, да ладно, звукозапись плохая, но хуже, чем у моего Lenovo, и оборудования, да, вот этой Logitech'а уже не будет даже, даже вот так, да, вот, еще какие-то тесты, да, не нужны особо, потому что модуль, модуль, он в процессоре, в общем-то, модуль в процессоре, и защита зависит от того, как он работает, да, в процессоре, а не от телефона, да, чем-то, как они сделали в Mediatek'е, так оно и будет работать, а в 600 каком-то, да, вот это вот, в самом популярном, да, процессоре сейчас от Mediatek'а, дешевом, да, 6-й серии, да, который не херил, который старый, да, то есть с T720 графикой, да, вот этой, с более медленными ядрами, с более медленными ядрами, там пиздец, короче, там переключение между сетями работает некорректно, энергоэффективность 4G никакая почему-то вообще, хотя мне пишут, что 4G должно быть, наоборот, лучше, то есть 4G должно быть энергоэффективнее, на самом деле нифига, моментально прям разлетается процент, да, какой-то глюк в прошивке или типа того, в общем, не знаю, да, вообще не знаю, как-то странно работает, но я посмотрю, я бы уже видел нормальный телефон, да, 16 тысяч, и там такой хрени не происходит, на Snapdragon, и не происходит такое в 4G, он не зафигачивается моментально прям, процент заряда моментально не улетает, то есть у меня какой-то глюк в прошивке, связанный с 4G, то есть моментально заряд улетает, и хрен что сделаешь, да, хрен что сделаешь, в общем, а тут может быть всё хорошо быть, да, главное этот Helio, да, он сделан по, как его сказать-то, по 12-нанометровому процессору, блядь, по 12-нанометровому психпроцессору, ёбаный дядь не съел, а мне, вот, и в нём всё будет тогда отлично, по идее, да, то есть энергоэффективность от этого зависит в том числе, оперативную память столько мне не надо, 2 Гига я никогда в жизни не занимаю, вот, короче, вот параметр, да, ARM8, вот они, параметры, да, смотрите, вот такое вот, такое вот, да, такой вот андроид новый, я уже говорил где-то, да, офигенный андроид новый, просто хочу, хочу 8.1, не хочу больше, хочу только 8.1, хочу лучше, не хочу ничего, 8.1, дайте мне, дайте, дайте мне, 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 дайте, Вот, короче, да, вот. Вот, свежая медиатека вот тут, да, 12-мм, всё правильно. Стравишь, стравишь куалкому с каким-нибудь 425-м, с каменного века, который вырез, да. 425-м, это каменный век, это 2013-й год, да. Вулкан не поддерживается, они вякают, но вулкан ещё нигде не поддерживается. По сути-то своей. Потому что ему и нет никакого софта, который её бы использовал, да. Вот OpenGL использует, да, вот мобильный и не мобильный, да, OpenGL используется, да. А вот эта вот хрень, да, вулкан, на нём только игра Doom идёт, да, современная, которая только что вышла. В общем-то, или не только что, но вышла Doom какой-то, Doom 5, да, вышел, или 6 уже, я уже не помню. Или какой-то новый квейк, да, от ID-софтуары бывшие, да. А теперь от беседки вышла какая-то хрень, да, там, типа Doom, да, и там OPV-VULKAN используется, да, больше нигде, да. И смысла нет тестировать это на далёкое будущее, да. Этот смартфон просто из-за аккумулятора физически не доживёт, когда это потребуется, какой-либо программы. Вот этот смартфон физически не доживёт аккумулятору, поскольку это будет через 5 лет. Вот этот вулкан будет потребоваться софтом только через 5 лет. Так что не спешим. Когда потребуется, как я говорил, тогда и завезут. Сейчас завезли вот 4G во все процессоры, потому что он потребовался всем. Всем и во всех телефонах, смартфонах, да, во всех. Даже самых дешёвых, даже за 2000 уже там 4G засунут, да. Ну, там такие поганые аккумуляторы, что он металл не зажирает всё. Вот это по Antutu. Я никогда не доверял тесту Antutu, да, вот этому поганому. Но баллы хорошие, да. Но может какой-то хак использовать, чтобы походить, да, что типа в Иханосе в этом, в Самсунговском Иханосе в этом Иханосе, да. И тут какой-то хак используется, который позволяет вот эту хрень обходить. Потому что я им не доверяю Antutu. Про Antutu была такая проблема у них. У них как-то какой-то смартфон дешёвый, по-моему, от Prestigio, или планшет за 4000 рублей, он у них обогнал все планшеты вообще, потому что как бы тоже процессор новый ставили и обогнали, да, обогнал процессор, да. Обогнал по тестам любые процессоры, это Prestigio, да, даже самые крутые. А им Samsung-то заносит деньги, то Antutu-то заносит, да, и они взяли просто и тест переделали специально, чтобы он не проходил больше, да. Специально ему просто убрали, просто по пунктам, да, просто баллы отрисовали, просто подрисовали, как учительница в журнале, да, открутили назад просто, да, в исключение его добавили, чтобы типа больше чем из каких-то не набирал, да. Специально обманывают народ, да, потому что Samsung деньги заносит от Antutu, и Antutu все продажные там сидят, да, и ничего, деньги только, да, получают, кто занесет, тот и больше получит, да. Вот Meizu не занесли, суть по всему, вот и пожалуйста, да. И у них блокировка, да, с 44, да, то есть Meizu не может получить, несмотря на тот же Snapdragon, да, вот этот поганый, да, он не может получить больше 44, да, а все остальные на тот же Snapdragon, какой-нибудь себе будет получиться вот так вот, вот, или вот так вот хотя бы, да. В общем, фигня, да, типа того, да, ненадежный тест, поганый, поганый тест, там, тут никогда не верьте, да, надо пользоваться, надо не тестировать, баллы считать, а пользоваться просто открываешь, да, и сможешь как работать, как вот Chromium работает, например, в Chromium или в Chrome заходишь, да, и пишешь Chromium GPU, да, Chrom и GPU, да, через два слэша, и там появляется эта хрень, да, баги драйверов, драйверов там будет написано, да, и что не работает, что работает, что есть, что нет, вот, и первый тест, да, а второй тест, как оно физически работает, да, просто, как оно, как user experience, как происходит, да, то есть все крутится, не лагает, все офигенно тогда, и никакие тесты нафиг они не нужны, да, вот эти вот, вот нифига, да, но по сравнению с утюгами, вот по этой штуке, да, теплоснимок, видите, по сравнению с этими Qualcomm'овскими утюгами страшными, это, конечно, очень хорошо, 33 градуса максимальной точки, потому что у Qualcomm'овских утюгов тут 40, бывает 50, 60, 70, вообще пофигу, да, вот, вот так, смотрите, по видеоформатам все хорошо, все воспроизводится нормально, да, все, не без дропа кадров, а на Honor'е, да, A7, там дропы кадров, и некоторое видео идет без звука, почему-то вот здесь, да, некоторые форматы, да, в A3 не поддерживается, идет видео без звука просто, и все, штатный проигрывает, написано, идет без звука, нафиг, идет без звука, да, а вот тут написано, да, дропает, дропает, тут квал этот самый утюг, утюг купил, дроп, кадр дропает, кадр дропает, утюг, утюг, Qualcomm, кадр дропает, да, вот, смотрите, да, дальше, что там, вот, что главное, зачем берется, режим чтения, книжку можно читать, хоп, 19 часов, видео, 13 часов, 3D игры я не буду использовать, я не знаю, что это такое, нахера это говно вообще, надо в обидном телефоне, говно это донат наиграть, ну и вон нахуй вообще, да, вот, вот так вот буду просто пользоваться, как обычно, да, режим чтения, режим видео, да, или браузера, да, браузер буду это самое крутить, да, и не надо мне это ни хуйня никакая, да, вот, вот, будет всё отлично, будет охеренно, да, не надо мне ничего вот этого, то есть день гарантированно работает, даже если в него утыкаться, вообще в наглую прям, в наглую прям утыкаться, и в наглую, да, день он гарантированно работает, да, в браузере, наверное, часов 11 работает, точно, Тут режим видео, он, конечно, без сети был, да С сетью, да, с браузером 11 часов должен работать Это вообще более чем этот день пройдет Еще на полдня останется, да Если будешь постоянно утыкаться даже Никогда не выключать смартфон Это офигенно, да, поскольку ему это часа Это пиздец не хватает, да Вот, офигенно, да Офигенно, да, недостаток Главное, что он здоровый, как собака, да Вернемся к нему, да Он здоровый, как псина, да Влезет ли он мне в карман, да Влезет ли он мне в карман, вообще такая свиноматрица, да Если влезет, все будет хорошо Будет отлично тогда Вот, every good Если стекло не треснет, потому что это типа стекло, да Хрен знает Или камера не разобьется, поскольку видите, она на выступе Ну, every good, короче, я покупаю Это потому, что я могу Хоть через 3 дня сдохнет, я могу пойти Еще один такой уж купить Вот для этого все это и берется Всем так рекомендую брать то, что Брать только те устройства и оборудование, которые не жалко, да То есть вы берете, как расходник просто, да Сдохнет, если через 5 минут То еще один такой пойти купить Вот в этом вот и смысл весь Вот этого техники Не надо там бюджетный, небюджетный Главное, чтобы устраивало, да Не глючило, блядь Главное, и чтобы работало, фигачило И чтобы по оптимальной цене, чтобы не жалко Если уронить прям сразу, не жалко Every good is beginner Вот это и смысл